Музыка Опять эти петушкины придут? Да они к нам уже каждую неделю ходят! Опять мне в своей комнате есть вечер сидеть! Блин, да не хочу я гулять! Мы с ребятами договорились через час в ДОТО онлайн порубиться! Ага, каждый день гуляю! А ничего, что вчера в 10 вечера я уже дома была! Всё, сегодня я гуляю до трёх! Слушай, а я на каблуках и в очень коротких шортах! Сегодня мы точно должны найти парней! Я слишком стара для этого дерьма! Тем более в тот клуб меня ещё в прошлый раз не пустили! А из-за чего? Из-за того, что я была в своих любимых штанах начотом! Слушай, ну а я на каблучищах! И в леопардовых лосинах! Всё! Сегодня мы точно должны найти парней! А картошечку вы все любите кушать? Вот теперь быстро все взяли в руки рассаду и на дачу! Вперёд из песней! Доброе-доброе утро, девчули! Сегодня я расскажу вам, как понравится богатому, богатейшему домодуре ухажёру! Первое! Делай вид, что ты, ну, очень глупенькая! Ну, например, что ты вообще ничего не смыслишь в цифрах! Четвёртое! От тебя всегда должно пахнуть сексом! Берём любимую игрушку моей собаки и обтираемся! Ну, надо так надо! Покажи ему тот самый танец, который ты выучила на стрип-дэнсе! Так, и за что вас закрыли? За проституцию! Ой, за проституцию, говорю! Не за проституцию, это прошлый раз! В этот раз вообще ни за что! Да, как говорится, не делай добра и не получишь зла! Так, и поконкретнее! Мы хотели посадить дерево! Мы хотели посадить дерево, а вы хотели посадить нас! Может, и посерьёзнее, а? А вы хотели посадить нас! Так, что ли, посерьёзнее? Так, и где вы взяли дерево? В парке! Да вообще, откуда мы это знали, что ему сто лет? Вот нам, например, тоже сорокет, а так даже и не дашь! И вообще, незнание закона освобождает от ответственности! Да, наоборот же! А, знание... Беззаконие... Заключение... Да как наоборот-то? Ой, да вообще, я всё поняла! Это вообще не из-за дерева, а из-за того, что вы у нас втюрились! Всё, мы пошли! До свидания! А где чё, пошли? Давайте, везите нас на своей машине с мигалками! А вы что без шапки? Вы первый раз на родительском? А вот в наше время учебники были бесплатные! Да мой ребёнок не мог этого сделать! А может быть, это вы плохо учите? А почему это мы должны сдавать деньги на ремонт? У нас что, отцы безрукие? А я предлагаю завести всем чат в ватсапе! А можно мой ребёнок будет учиться отдельно ото всех в директорском кабинете? А если вот так? А давайте выберем одного здравомыслящего человека в этом храме слабоумия, который потянет ношу председателя родительского комитета и наведёт порядок в этом крысином сообществе! В смысле кого? Всем привет! С вами снова Женя и ваша любимая рубрика Распаковка игрушек! Это игрушки из известного магазина, где всё по одной цене! Игрушка номер один! Мыльные пузыри! У нас очень экономная семья, но экономим мы только на папе! Поэтому это не только мыльные пузыри, это ещё и папин шампунь! Я не понял, где мой шампунь? Игрушка номер два! Красная лопатка! Я не считаю, что это игрушка, потому что эта вещь создана для того, чтобы трудиться! А ложка моя где? Игрушка номер три! ВОЛШЕБНЫЙ ЛИЗУН СДЕЛАЙ ЛИЗУНА САМ! Наверное, нужно просто смешать все ингредиенты! ВОЛШЕБНЫЙ ЛИЗУН Волшебный лизун вышел из-под контроля! Так, Женя, иди кушать! Ого! А у мамы сразу получился волшебный лизун! Сейчас ты у меня получишь волшебный лизун! Когда я ем... Я глух и не... Вот! Игрушка номер четыре! Голубой динозаврик! Он скоро станет мамой! Игрушка антистресс! Но ведь у детей не бывает стресса! Игрушка номер пять! Конструктор! Сейчас мы соберем замок! Оно не цепляется! Он не может уцепиться! Совсем не работает! Голубой динозаврик! Голубой динозаврик! Игрушка номер семь! Милки для рисования! Спорт энд фан! Фан был, когда я раскрашивала стены на кухне! А спорт был, когда мама бегала за мной с ремнем! Название полностью оправдано! Игрушка номер восемь! Лук и стрелы! О-оу! Да это же просто какое-то орудие убийства! Игрушка номер девять! Надувные боксерки! Перчатки! Папа! Надуй! Орудие убийства! Летающий диск с пистолетом для запуска! Орудие убийства! Орудие убийства! Орудие убийства! Хорошо хоть, что мыльные пузырики безобидны! О-о-о! Орудие убийства! Ну что ж, наш обзор подходит к концу! Я купила игрушек на общую сумму 1015 рублей! Да, я не поняла, куда у меня делись 1052 рубля? А! На 1052 рубля! Орудие убийства! Орудие убийства! Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и пишите комментарии! Потому что этот рубль скиси сделал специально для вас! Нет, Кать, нам все-таки нужно найти себе парней! Но для этого нужно отправиться в место скопления мужчин! Так, ну все, мы в мужской колонии, что дальше? Да я не это имела в виду! Так, ну все, мы на гей-параде, что дальше? Мужчинам нравятся доступные женщины! У-у-у-у! У-у-у-у-у-а! Что-то разбежались? Да хорошо. От тараканов мы избавились. Вернемся к мужчинам. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Фу, я не довижу вид крови. Я не могу это терпеть. Женя, это просто стейк с кровью. Мужчинам это нравится. Все. Нам надо зарегистрироваться в Тиндере. Нет. 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 Да у меня даже нормальные фотографии. Нет. 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 Искандарова, вы уволены. За что? Кто из нас здесь не по таскухам? Да мы вас увольняем, потому что вы тупая истеричка. Я тупая истеричка? Да это вообще чего это означает? Что я тупая истеричка? Это чего? Я просто действительно не могу понять. Что значит-то? Погуглить можно? А ничего, что я сплю с начальником? Ну, во-первых, не с начальником, а с начальницей. А во-вторых, то, что вы до сих пор с матерью спите, вам чести не делает. А вот, крен, я вам подпишу заявление об увольнении. За рекомендательное письмо. А напишите еще раз. Мне так уж я и держусь за это место. А ну все отошли, я сказала! Вы не можете меня выгнать с работы, которую я придумала. Да сколько раз вам говорите, это не вы проституцию придумали. Это древнейшая профессия. А можно хотя бы трусы забрать? Они съедобные, а мне еще месяц жить нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!